Итак, друзья, мы продолжаем. Сложнейшая тема, и у меня сверхтяжёлая задача сегодня – постараться так, чтобы мы с вами понимали, что происходит с нашей иммунной системой. Что такое иммунодефицит, как он возникает. Понимаете, это проблемы фундаментальной медицины, больших умов, понимаете, настолько, насколько я смогу, я вам постараюсь эту картину представить. Конечно, профессионалы, медики, которые занимаются проблемами иммунодефицита и проблемами строительства нашей иммунной системы и выполнению её функций, могут, конечно, возникнуть вопросы. Но я думаю, что нам с вами не нужно разбираться, какие клетки работают, Т-клетки или бета-клетки, лимфоциты в той или другой ситуации. Понимаете, это не наша задача, это задача врача, который должен в той ситуации, когда какие-то проблемы складываются с вашей иммунной системой, и понять эту причину и помочь вам, по крайней мере, в поддержке вашего организма в том или в другом случае какой-то поломки. Это очень важно. Но мы с вами должны понимать, как это работает. Вот это самое главное. И от чего эта работа, то есть тогда, когда, ну скажем, что помогает мне в течение лет не болеть гриппом. Не только гриппом, но даже ОРВИ. Что помогает мне в этой ситуации, да, вот не болеть столько лет, не заболевать. Даже в самые тяжёлые, эпидемиологически тяжёлых ситуациях. Дело всё в том, что для того, чтобы это понять, давайте начнём вот с чего. Что такое иммунная система в нашем организме? Она, вот мы привыкли, она нас защищает. Это колоссальная, очень сложная, тяжёлая, многозначная, многослойная система охраны, security нашего организма. Охранная система. В которой есть всё для того, чтобы, так сказать, защищать человека от начала до конца. Начнём с того момента, когда человечек появляется на свет. Вот он родился. И почему первое правило при рождении ребёнка в том, чтобы сразу, ребёнка сразу дать маме. И с тем, чтобы он, по крайней мере, сразу попил её молока. Маминого молока. Потому что в течение года, по меньшей мере, мамино молоко как бы замещает для организма ребёнка иммунную защиту. Есть два типа иммунитетов – врождённый и приобретённый. Врождённый – это тот момент, когда человек рождается. И он, для него пока, мир его врагов, вот организм этого человека, пока неизвестен. Он ещё не всех своих врагов видит. Он ещё не может контролировать поступление каких-то агентов, каких-то токсических веществ, каких-то ещё вещей. И эту роль выполняет мамина иммунная защита, которую он получил через молоко. Это называется трансфер-фактор. Теперь, вот посмотрите. Ребёнок живёт эти семь месяцев или год. Его организм сталкивается с какой-то частью агентов, возбудителей, вирусов там, скажем, каких-то инфекционных агентов, каких-то токсинов, каких-то шлаков, что-то такое, что ему будет мешать в пище тогда, когда появляется прикорм. Понимаете? Вот что. И вот сталкиваясь с этими агентами, он учится с помощью маминого иммунитета с ними бороться. Вот это в течение года, по крайней мере, и очень важно. Это как начальная школа для человека, для ребёнка. Там в семь лет. А это начальная школа иммунитета. Вот тут начинает рождаться и формироваться то, что мы называем приобретённый иммунитет. Понимаете? И самое главное заключается в том, что тогда, когда ребёнок начинает сталкиваться с какими-либо веществами, с какими-либо агентами, я буду называть их агентами, болезнетворные агенты, да, с ними, с какими-то токсинами, с какими-то неприятными для него веществами, его иммунная система, его иммунные клетки запоминают и этого агента, и как он с ними боролся. Вот самое главное, это такая начальная школа фантастической охранной системы, где в тонкостях наша иммунная система человека учится воевать против своих собственных врагов. А самое главное, чётко запоминает и накапливает в себе эти знания, и вот таким образом появляется огромный массив приобретённых иммунологических реакций против своих собственных врагов. Именно по отношению к этой школе направлена и вакцинация, потому что ребёнку вводится какая-то вакцина, живые это будут клетки, или это частички какого-то агента антитела, понимаете, которые заставляют иммунную систему ребёнка реагировать, защищаться от них, уничтожать их, и таким образом он учится это делать. Понимаете, но мы привыкли, что у нас вакцинация-то проходит по отношению к каким-то болезнетворным живым агентам, то есть это бактерии, это вирусы, это, может быть, какие-то токсические вещества, и только. Вот чем вся штука. Понимаете? А ведь в систему работы иммунной системы, вот этой охранной системы человека входит не только борьба с ними. Ну, это борьба с атипическими клетками, борьба с токсинами, то есть отравляющими веществами, борьба против какого-то, заставляет предпринимать какие-то усилия и реагировать на недостаток каких-то веществ, обязательно, в том числе и питательных, или, наоборот, избыток каких-то веществ, почему у него появляются очень часто, детишки поносят. А поносят они только потому, что организм сбрасывает то, что ему не нужно. И это тоже в какой-то части результат работы нашей иммунной системы. Вот теперь издавна в практике акушерства, старые акушеры, ну, маститые акушеры сегодняшние, они прекрасно это знают, и сразу после того, как ребёнок появился на свет, буквально как только мама его получает, ей врачи очень советуют обязательно купать ребёнка в солёной воде. И это очень важно. Почему? Потому что солёная вода, солёность этой воды должна быть от 7, не более, до 10 грамм соли на литр. Вот такая пропорция. Вот тогда, когда ребёнка начинает купать в этой воде, в такой ванночке, и при этом ещё, так сказать, температура этой воды должна быть где-то не более, больше не надо, но лучше и не меньше, 38 градусов, это практически температура внутри, температура тела ребёнка. Понимаете, вот при этой температуре он себя чувствует там хорошо, а самое главное, ему спокойно, потому что эти ванны – далёкий отголосок тех околоплодных вод, в которых он находился тогда, когда был внутри мамы. Вот в чём дело. А вот это количество соли, которое есть в этой воде, да, ведь наша кожа, наше тело, оно на уровне обменных процессов очень хорошо берёт из этого солевого раствора то, что ему нужно, в микро-микродобавку, и в эту воду сбрасывает то, что ему не нужно, через кожу, через кожу. Поэтому эти ванны – это совершенно замечательная подпитка, если хотите, вашего ребёнка, необходимыми его микро-макроэлементами, в первую очередь, и электролитами, без которых его иммунная система не будет формироваться. Вот что очень важно, понимаете? Это как бы продолжение условий, в которых формируется детский организм внутри мамы. А здесь мы как бы продолжаем эту, в какой-то части, эту функцию, что ли, ещё и здесь, уже в этом мире, в нашем. Понимаете, насколько это важно? И насколько важно, чтобы в этих ваннах никоим образом не присутствовали никакие моющие вещества. Никакие. Его ничем мыть не надо. Если вы хотите, пожалуйста, отдельно помыли его всё, избегать агрессивных веществ, точно надо, обязательно надо. Понимаете? И вот таким образом мы начинаем формировать иммунную систему, охранную систему нашего ребёнка. Именно эти дети, да, они, извините, пожалуйста, намного более устойчивы и к соплям, и к простудам, и к вирусам, и к всему остальному. Намного они воспитываются в правильном состоянии. С учётом того, что солевые ванны помогают ещё и правильному формированию вентилативной нервной системы, да, с учётом и состояния центральной нервной системы, то вы понимаете, что это один из способов вырастить здорового ребёнка. Это вот что касается с детьми. Теперь, ну вот, ребёнок дожил и стал взрослым человеком. У него есть иммунная система, у него есть, как бы, принято считать, есть две ветви, которые называются гумороклеточным иммунитетом и гуморальным иммунитетом. Клеточный иммунитет – это Т-лимфоциты определённого характера, а гуморальный – это бета-лимфоциты другого характера. И свойства и работа вот этих двух ветвей иммунитета, они должны быть, безусловно, и взаимосвязаны, как бы, не подменяя друг другу, вместе работать. Вместе. Это сотрудничество, причём очень высокого уровня сотрудничества. Понимаете, вот такая штука. Но только вот общая колыбель этих клеток, общая колыбель, место озера, или, скажите, пожалуйста, вот место, где они рождаются и откуда они попадают в нашу кровь – это костный мозг. Что касается Т-лимфоцитов, то вот я… То они у нас, у них есть как бы детский сад, в котором они накапливаются, дозревают и оттуда попадают в кровь. Уже навес там макрофагами, фагоцитами, лейкоцитами, ионозоз, ну и так далее, и так далее. То есть, все составляющие лейкоцитарной формулы крови человека. Понимаете? Вот они накапливаются, да. Но с течением времени, по мере того, как вы накапливаете, человек накапливает гуморальную часть приобретённой иммунитет, да, вот это накопление становится всё меньше, меньше и меньше. Они накапливаются у нас в вилочковой железе. Вот тут. Вот. Понимаете, но, к сожалению, скажем, к моему возрасту, да, вот к 70 годам и старше, даже уже, так сказать, уже задолго до этого возраста, вилочковая железа практически, её практически не остаётся. Понимаете, она вот как бы потихонечку-потихонечку сокращается, с годами сокращается, и лимфоциты, группа Т-лимфоцитов, она появляется сразу. В кровь уже из своей колыбели. А вот у бета-клеток у них своя специфика. Вот если Т-лимфоцит прямую кидается на врага и уничтожает его, то задача бета-клеток, у бета-клеток есть ещё одна задача, да, способствовать появлению и формированию в организме определённого класса антител, понимаете, которые называются иммуноглобулинами. И вот задача иммуноглобулинов, да, справляться с более серьёзными иммунологическими атаками на нашу охранную иммунную систему, на наш организм, на наши ткани, клетки, процессы метаболизма связанными и так далее, и так далее. И вот эта вот система так вот и работает. Чем желательно, желательно очень, чтобы и клеточная часть, и гуморальная часть работали совместно и были в абсолютном балансе. И не мешали друг друга, и не оподдерживали друг друга. Вот это главная задача. С тем, чтобы не появилась вот такая ситуация, которая называется в медицине аутоиммунитет. Тогда, когда появляются, формируются состояния, при которых вдруг ни с того ни с сего происходит нарушение главного закона иммунной системы – не трогать свои собственные родные клетки. Иммунная система как бы знает код каждой нашей клетки в организме, каждого органа, каждой ткани, каждого движения, по которым она точно определяет – это свой, а вот то, что появилось вдруг откуда-то – это чужой. У них есть свои собственные маркёры, скажем так, признаки, коды, по которым они точно определяют – это свой, а это чужой. Иммунная система наша работает по принципу армейскому, абсолютно точно – свой, чужой. Чужого надо уничтожить. Вот это задача иммунной системы. Но вдруг наступает момент, когда иммунная система вдруг непонятна, до сих пор непонятна по каким причинам, начинает часть своих клеток, часть, скажем, часть клеток соединительной ткани, или слизистой, или хрящи, или самокосная ткань, оказывается под ударом своей собственной системы, иммунной. Тогда, когда эта ткань начинает разрушаться родными клетками, как будто бы внутри вот этой стройной армии охранников, всей охранной системы внутри нашего организма, вдруг появилась пятая колонна. Понимаете, внутренние враги, которые изнутри начинают нас с вами атаковать. Например, это при рассеянном скерозе, например, это при ревматоидном полиартрите. Начинают уничтожать свои собственные клетки. А так как природы этого процесса пока она непонятна, что происходит вот в этой ситуации, то, естественно, и современная, и даже медицина не может справиться с этой проблемой. Не может справиться. И единственное, что она делает, применяет препараты, ну, например, кортикостероиды, которые резко понижают активность иммунной системы. И в зависимости, ну, это судят по анализам, и в зависимости от той ситуации, которая сложилась в организме, ту, которую показали анализы, назначаются те или иные препараты, которые снижают активность той или другой ветвей иммунной системы, я имею в виду, клеточные и гуморальные, либо общее состояние иммунной системы, оказывается, должно быть снижено, чтобы снять эту активность. Вот такую активность показывает скорость оседания эритроцитов. Всем вам известны сои или рои. Так как нам вот этого избежать? Я вас прошу. У меня остаётся ровно три минуты до окончания нашего сегодняшней программы. Значит, первое, что мы должны делать тогда, когда возникает иммунный дефицит. А признаками иммунного дефицита, как правило, такое потеря жизненного тонуса, ослабленность. Очень часто, довольно часто, практически без причины возникает потоотделение. Понимаете, тогда, когда хочется спать и не хочется ничего делать, когда появляются какие-то боли всё время, то там, то здесь, то вот такое вот болезненное состояние, идут сдавать анализы, это, это вроде как всё нормально, и температура субфибрильная, правда, снижается, может температура в этот момент снижаться. Вот, и непонятно вообще, что происходит с человеком. Очень важно помнить, что вот для поддержания нашей иммунной системы нужны не эхинации и все иммуномодуляторы, так называемые, о которых и за дня в день говорят по телевизору сутками. Потому что не очень понятно, а что они и какую часть нашей системы поддерживают. Целиком ли и гуморальный, и клеточный иммунитет, или какой-то из его ветвей. Потому что вот этот перекос тоже нам, если извини, совсем не нужен, он страшен. Потому что может возникнуть ситуация, при которой это, не говоря уже о том, что развитие аутоиммунных процессов, оно протекает незаметно для нас с вами. Незаметно начинается. Это все мы долгое время не замечаем. А потом бах, и оказываемся перед фактом. Вот ведь какая история, понимаете? Поэтому здесь надо быть очень аккуратным. И никогда без назначения врача конкретного никогда не пользоваться никакими иммунными стимуляторами. Потому что главная база хорошего состояния иммунной системы – это наше питание, это правильное состояние крови, реология крови нормальной, то есть не должно быть того, что называется синдромом густой крови, ни в коем случае. Это второе условие для нормального функционирования иммунной системы. Это, как ни странно, вода, которая в состоянии для поддержания иммунной системы, играет огромную роль. Понимаете? Огромную. Вот, пожалуй, хотя бы эти три функции, вот эти три задачи выполнить, и вы можете себя чувствовать очень, так достаточно уверенно, достаточно долгое время. Вот в чем задача-то. Солевые ванны – точно. Особенно это уже в пожилом возрасте. Понимаете? Где многих реакций, как ни странно, очень напоминают, да, ситуацию ребёнка, у которого ещё его приобретённый иммунитет не сформировался. Вот здесь надо об этом думать обязательно. И в первую очередь, безусловно, это интоксикации нашего организма. В том числе и под воздействием тех препаратов, которые мы начинаем с вами бесконечно для подъёма иммунной системы глотать. сами не понимая, что мы в этот момент, сглатывая какую-нибудь там эхинацею, замечательный препарат, ничего не могу сказать, тогда, когда он применяется точно, точно, понимаете, так, как это положено. Понимаете? А если вы начинаете, непонятно, что вы принимаете. Это может быть бомба замедленного действия под вашим здоровьем. Вот что получается. Я продолжу эту тему в следующий раз. У меня остаётся буквально 30 секунд до окончания нашей передачи. Пожалуйста, наступает завтра прощённое воскресенье, поэтому я всех прошу, всех, кто смотрит передачу, у всех прошу прощения ради Христа, потому что волей-неволей кого-то обидел, наверное, кому-то чего-то не рассказал, кому-то чего-то не объяснил, поэтому простите меня ради Бога. Ну, а сейчас здоровья, всего вам доброго, до свидания. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!